Всем привет! Сегодня у меня видео про целогенову аспирату. Расцвела у меня она одним цветоносом. Растение это эквадорская, полученная от Эквадженера. Скажу сразу, что я немного расстроена. Ждала я, конечно, совершенно другого. Это тот момент, когда вроде бы цветение полностью соответствует картинке, но не соответствует моего ожиданиям. Такой вот у нас длинный цветонос. Бутонов много, но бутоны мелкие, цветы мелкие и они не раскрываются полностью. То есть вот уже второй день сегодня и вот она такая полузакрытая. Цветы не белые, они с зеленцой. Торчат кто куда. У них не получилось смотреть в одну сторону. Как-то вот тикость на кость получилось. Сколько получается? 10 потонов всего. Она не пахнет. Ну, по крайней мере, на текущий момент она не пахнет. Вот такая. В принципе, у неё... Ну, она действительно полностью соответствует картинке. Тут я не могу что-то ей в упрёк сказать. Просто по картинке я думала, что будет немного другое. Думала, что цветы будут крупнее. Они действительно достаточно мелкие. То есть здесь вот в таком виде она сантиметра три. Не больше. Разбаловали меня. Лора, Сабина. У них очень крупные цветы. Очень ароматные. Здесь... Я очень долго её ждала. Такая пока расстроенная. Небольшие у неё там пупырки на губе. На этом будет всё-таки лучше видно. Такая рельефная губка. Вот растение в целом очень крупное. Оно в высоту вот почти метр. Даже больше, наверное. По сравнению с бульбами, да, с самим растением. Цветы, мне кажется, мелкими. Чуть-чуть побольше. Ну или хотя бы чтобы они раскрылись полностью. В текущий момент, конечно, я не очень счастлива. Но время покажет. Может быть я смирюсь. Она такого салатового цвета. Вот, видно. То есть вот по сравнению с листом. Такие малюсенькие бутушечки. Даже у интермедии цветы крупнее. Но при этом само растение значительно меньше. Поэтому здесь... Ну, она, конечно, красивая. Тут не поспоришь просто. Это как обычно. Ожидания были другие. Поэтому сейчас надо просто смириться. По уходу. По уходу. По уходу. Я ее не сушу совсем. Она у меня не любит просушек. Она сидит в логоемком субстрате. Достаточно объемный горшок. Видите, губы немножко подсморщились. Это завтра полив у нас. Она уже хочет пить. Живет она у меня с достаточно сильными перепадами температур. Там больше десяти градусов порой день-ночь. Периода покоя у нее не было. Я ей не устраивала ничего такого. Она пила все так же, как и всегда. И практически сразу у нее с вызревшего роста вылез новый рост, из которого она процвела. По удобрениям я кормлю биоголдом. Примерно раз в месяц. Иногда чаще. И в последнее время я купила кальций. Калайт от МШУ. И поливаю им тоже раз или два в месяц. Все растения очень положительно на него отреагировали. И я могу предположить, что его наличие так же сказалось. То есть она безусловно имеет свое очарование. Она уникальна. Она уникальна. Ну, то есть, безусловно, у нее потрясающая губа и цвет оливковый такой, приятный, нежный. Если покупающий осознает, что она будет достаточно мелкая, то у него не будет такого разочарования. Ну, надеюсь, все-таки, что она запахнет. Говорят, что она должна достаточно сладко пахнуть. Но, действительно, пока нет аромата. Смотрю. Время покажет. Ну, это, пожалуй, все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok